друзья всем привет с вами как всегда александр и я хочу сегодня рассказывать вам о кресле которое мне очень лично понравилось это кресло одно из лучших кресел сейчас на рынке в категории 123 это немецкий бренд овова моделька называется сперлинг fix айсайз не знаю правильно ли произнес название исправьте в комментариях вот если это не так это кресло со стандартом айсайз как вы это услышали из названия а как вы знаете если знаете стандарт айсайз это достаточно скажем так вот когда он появился планка требования безопасной перевозки детей автомобиль сильно поднялась они начали жестче гораздо проверять кресло на безопасность если вы видите название айсайз то это кресло к с этим стандартом и ему доверять ребенка можно безопасностью здесь все отлично краш тесты тоже пройдены на адаке можете зайти погуглить посмотреть тоже отличные оценки поэтому вот реально с безопасностью все отлично в этой категории 1 2 3 это практически максимальный балл вот с безопасностью мы с вами разобрались напоминаю с 9 месяцев до 12 лет можно использовать это кресло и сейчас мы с маме посмотрим как пристегнуть ребеночка маленького как пристегнуть уже подросшего ребенка потом уже дальше пойдем его изучать соответственно пока ребенок маленький используется в пятиточные ремни здесь классическая система ремней с классическая регулировка с помощью вот этого ремешочка все хорошо подголовник регулируется по высоте вместе с пятиточными ремнями что очень удобно вот не нужно сзади их перетыкать вот и еще мне что нравится это в большинстве кресло уже сейчас есть раньше это на самом деле далеко не везде было обратная часть накладок на ремень прорезинена чтобы при дтп ребенок лучше был зафиксирован не скользил потому что сам ремень он тоже травмирует ребенка достаточно сильно в общем с этим все окей в общем пока ребенок маленький с 9 месяцев мы используем эти ремни до роста 100 сантиметров после чего ремни демонтируются вот и используется уже автомобильный ремень вот этот как мы себя пристегиваем в автомобиле точно же также пристегивается ребеночек со 100 сантиметров роста и вот верхняя часть темня проходит в подголовнике в направляющем и очень важный момент друзья я не устану об этом говорить регулировать подголовник нужно таким образом чтобы подголовник и плечо ребенка было не больше двух пальцев и желательно не меньше одного вот это оптимальное положение будет ребенка в кресле и оптимальное положение ремня чтобы при дтп ремень оказался на горле вот это вот золотое правило которое нельзя нарушать очень опасно поднимать выше чем нужно ремень в общем все очень просто пристегиваем вот таким образом и пользуемся этим золотым правилам вот что касается комфорта давайте про ткани скажу ткани здесь 99 процентах в этом сегменте используются вот такие ткани классическая приятная ткань тактильно реально она классная мягенькая гипоаллергенная в общем с тканями все хорошо как заявляет производитель дышащая ткань вот ну как показывает практика народ на самом деле не жалуется на то что ребенок сильно потеет но от ребенка вы сами знаете очень очень много зависит вот с тканями ok по ходу за тканью смотрите стирать нужно до 30 градусов желательно вручную сами постирайте аккуратненько не сыпать постирайте в горячей воде она сядет и вы обратно не оденете и это не гарантийный случай друзья что касается комфорта посадки ребенка здесь видно вам хорошо она просторное кресло соответственно по комфорту именно по вместительности здесь все хорошо и в этой модели еще мне нравится наклон естественно может вы не знаете знаете я не знаю но когда ребенок едет лицом вперед лежать нельзя очень многие родители приходят мир автокресел и спрашивают мне нужно лежачее положение лежит у дома в кроватке в автомобиле он сидит и едет вот соответственно нельзя лежать в автомобиле в детском кресле есть допустимый угол наклона по нормам безопасности его здесь есть вот смотрите вот вот вам видно хорошо этого угла достаточно здесь чтобы ребенок уснул и голова вперед не свисала под своим же весом поэтому с комфортом насколько это возможно по нормам безопасности здесь отлично все поэтому вот тут как то так друзья вот теперь давайте поговорим с вами о креплении в кресле используется система изофикс и якорный ремень сейчас я вам покажу здесь чтобы пользоваться изофиксом есть вот такие вот рычажки как бы оттягиваем сейчас я его отстегну и покажу вам как это работает смотрите чтобы отстегнуть вот здесь спереди чтобы и вообще изофикс вытащить также все это работает спереди есть вот такие рычажки оттягиваем максимально максимально и она отстегивается от автомобиля изофикс выглядит у нас вот так металлические жесткие салазки сверху есть индикация сейчас она красная когда пристегнет и станет зеленая и она говорит о том что изофикс стал нормально также в кресле есть якорный ремень так вот это вот такой вот крючок металлический который нужно пристегнуть сзади на в автомобиле если автомобиль есть изофикс есть якорный ремень не беспокойтесь об этом на спинке сиденья обычно сзади находится металлическая скобка за что нам нужно подцепить якорный ремень это весь запас якорного ремня в любой автомобиль он дотянется в любое место поэтому не переживайте у кресла должно быть два крепления сверху и снизу поэтому из за фиксом и якорным ремнем нужно пользоваться обязательно вместе не забывайте его крепить собственно якорный ремень понятно изофикс тоже все очень просто фиксируем вот все задвигаем все собственно по креплению здесь все очень просто единственная вы не на переднее сиденье 90 99 процентов автомобилей за фикса спереди нет но есть автомобили ваговские там кодиаки каенны туареги вот подобного рода автомобили вот у них встречаются спереди за фикс если он был заказан при заказе автомобиля в остальных же случаях я не встречалась за фикса можете если где-то видели спереди зафикс напишите чтобы так и тоже знал вот собственно друзья разобрали мы с вами что это за кресло как по мне очень прикольное кресло цена у этого кресла не дешево это не дешевый сегмент это самое не могу сказать самое лучшее кресло это одно из самых лучших кресел в этой категории и не самое дорогое при этом вот вот в этом-то и кайф этого кресла хороший немец айсайс безопасные краш тесты хорошая посадка ткани вот хорошие и соответственно соотношение вот всех этих моментов и цены очень хорошая поэтому я очень рекомендую если вы ищете хорошие кресла ребенка для ребенка в категории с 9 месяцев до 12 лет так называемые универсальные кресла то не проходите мимо изучите приезжайте мир автокресла посадите ребенка и поймете что реально кресло прикольно вот и не немец хорошо немцы вообще хорошо делают кресло к ним очень сложно придраться к популярным брендам вот поэтому это яркий такой представитель этого сегмента ссылка напоминаю внизу на мир автокресел будет в описании тоже там кролику можете оставить свои комментарии если есть вопросы на все отвечу вот а я лишь хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор кресла для вашего ребенка и удачной дорогах всем пока